Всем привет! В эфире седьмой выпуск программы Бумеранг Кунэйр и мы ее ведущий Иван Колесников и Ксения Буян. Начинаем! Мастер-класс, Татьяна... Мастер-класс... Вань, да что у тебя с дикцией? Ты что, опять на мастер-класс не попал? Да нет, это мясо в зубах застряло. Ой, да ладно тебе оправдываться. Лучше посмотри сюжет о мастер-классе Татьяны Судец. Вот она бы научила тебя четко говорить. Да мясо, это мясо, говори уже. Как не прогладывать слова и четко и ясно говорить. Правильно читать и закадривать текст. На мастер-классе Татьяны Судец секретодикторского мастерства для участников форума Бумеранг. Вначале несколько упражнений для тренировки речевого аппарата. У, Э, Ю, Я. И вот с этими буквами голосными все согласны. П, Б. П, П. Опять, я скажу, Б, Б. Татьяна Александровна в Орленке впервые. Телеведущая приехала в детский центр обмениваться с ребятами многолетним опытом работы. По ее словам, это отличное место для творческого развития и профессионального роста. Здесь просто грандиозно. Ну, мало того, что несколько лагерей, разная направленность. Я представляю, как ребят, как жалко, что я выросла. Я тоже хочу в этот лагерь. Татьяна Судец в прошлом диктор центрального телевидения СССР. Ведущая программа «Время», «Голубой огонек», «Умелые руки» и многих других. Но все ее знают, как тетю Таню из передачи «Спокойной ночи, малыши». Добрый вечер, ребята. Кар-кар-кар. Сегодня мы смотрим с вами продолжение сказки «Царевна лягушка». Во время разбора и работ заслуженная артистка России Татьяна Судец смотрит работы ребят и объясняет ошибки, начиная с журналистов. Знаете, по-честному мне понравилось, но я такая вредная. Я когда преподаю, я всегда говорю правду. Да, друзья мои, ну что же вы так плохо говорите? Ну почему вы не любите свой родной русский язык? Профессиональные советы Татьяны Судец помогут ребятам делать свои сюжеты интереснее, ярче, а также грамотнее. Ведь главное оружие журналиста – это слово. Эвелина Черкашина, Ксюша Буянов, Влад Федоров, Даня Бармин, «Бумеранг УНР». Спасибо большое. Ваня, ты не поверишь, на меня сегодня в Инстаграме 15 человек подписалось. Всего 15, а на меня 250. В смысле? А как? А этому меня ребята из СММ научили. А как они работают, расскажет Виолетта Звягина. Оперативно выложить видео и фото в социальные сети, а также осветить все события в форму «Бумеранг». Задача непростая. Этим занимается отряд юных журналистов, которые работают социальными сетями. Ребята учатся подавать информацию креативно и емко, чтобы подписчики не заскучали. На самом деле у ребят, которых я учу сейчас, ошибки самые разные, иногда серьезные, иногда не очень. Мы все прорабатываем. В большинстве своем это, конечно, какие-то личные местоимения, которые приходится убирать. Это слишком длинные предложения, которые нужно сокращать. Все-таки посты, материалы в СМИ – это немножко разные вещи. Юные корреспонденты ежедневно выкладывают информацию в официальные аккаунты «Бумеранга» в соцсетях. В этом году осваиваются две новые площадки – ТикТок и Телеграм. Количество просмотров и подписчиков увеличивается ежедневно. Милана Тутова из Москвы на «Бумеранге» впервые. Девочка занимается в детской студии журналистики, но решила попробовать свои силы в новом направлении. Я уже пару лет занимаюсь журналистикой, съемкой и так далее. И решила, что в СМИ мне будет более комфортно находиться, более комфортно обучаться. В принципе, так и оказалось. Опыт, полученный на форме экранного творчества «Бумеранг», несомненно, пригодится ребятам в будущем. Социальными сетями пользуются большинство жителей планеты. И интернет-журналистика будет развиваться. По итогам работы все участники этого проекта научатся ориентироваться в интернет-пространстве и создавать качественный фото- и видеопродукт. Виолетта Звягина, Дима Семеняга, Саша Богданов. Программа «Бумеранг Онэйр». Слушай, а ты знаешь, что говорят о Светке из пятой команды? А ты знаешь, что говорят о третьем компьютере в монтажке? А ты слышишь, что говорят о мохито в автомате? Да пусть говорят! Дмитрий, сейчас такое время, когда профессия журналиста как будто бы утратила свою актуальность. Каждый третий блогер по количеству аудиторий, выравнивающий себя к СМИ. Здесь на форум «Бумеранг» есть много ребят, которые нравятся журналистика, и они хотят состояться в этой профессии. Какой путь для этого выбрать в 2020 году? Ну, во-первых, профессия журналиста не теряет актуальность 100%. Сколько бы блогера ни было подписчиков, если он не несет в себе какие-то профессиональные ценности, профессиональные умения, которые есть у профессиональных журналистов, то это бессмысленная аудитория. В том смысле, что люди хотят получать, допустим, информацию, получать какие-то новые знания, опыт от квалифицированных людей. Побеждают в этой конкурентной борьбе и блогеры тоже, которые способны предложить аудитории квалифицированный подход к чему бы то ни было. Помогло ли вашей реализации в профессии то, что свои первые шаги в медиасфере вы начали делать еще в 15 лет? Помогло, конечно. Чем раньше начинаешь, тем больше успеваешь. И как так, опыт нарабатывается быстрее, какие-то знания, связи. Да, чем раньше, тем лучше. Это точно. Но сейчас мир такой ранний, все рано начинаются. Дмитрий, вы несколько лет работали в информационной службе. Бытует мнение, что из новостей можно перейти в более развлекательные шоу, что вы, собственно, и сделали, а из развлекательных шоу в новости, скорее всего, нет. Близка ли вам такая точка зрения и почему? Близка, и я всегда это говорю, что из новостей можно идти куда угодно, а прийти в новости откуда-то сложно, почти невозможно. Да, это так. Другое дело, что можно не закрывать для себя эту дверь. Я, например, считаю, что я не закрыл ее. Мне как-то удается сейчас соблюдать какой-то баланс и внутреннее равновесие, которое мне позволяет заниматься чем угодно. Программа «Пусть говорят» постоянно находится в топе по телевизионным просмотрам. Почему ток-шоу так популярны среди зрителей и от чего зависит успех программы? Ну, ток-шоу — это же отражение жизни, это же обсуждение каких-то вещей, которые интересуют всех нас в повседневности. Это то, о чем говорят люди, я не знаю, дома, в школе, на работе, где угодно. Конечно, хорошее ток-шоу умеет правильно аккумулировать те самые темы, те интересы, которые есть в нашей обычной жизни. Отсюда популярность. Рубрика. Представим, что мы находимся на съемках программы «Пусть говорят». У нас есть для вас три темы, основанные на легендах Орленка. Ваша задача — зачитать их в своей фирменной манере так, как бы вы сделали это перед съемкой «Пусть говорят». Так. В нашу редакцию обратились два человека, которые утверждают, что их родственников превратили в камни на набережной Орленка. Почему это дело столько лет хранили втайне и правдиво ли само заявление? Покажет тест ДНК. Громкое расставание произошло прямо на ступеньке любви в Орленке. Лагерь в шоке. Несчастный случай или место правда перестало быть волшебным? Расследование этого дела сегодня в нашей программе. В сети распространились слухи, что Дмитрий Борисов, приезжая в Орленок, регулярно омолаживается у чаши слез. В нашей студии сидят бумеранговцы со стажем, которые могут подтвердить, что Дмитрий на протяжении нескольких лет не стареет. Разоблачение телеведущего сегодня в нашей студии. Разоблачается. Вань, а какой у нас следующий сюжет? А это, Ксюша, военная тайна. Чем больше ты интересен зрителю, тем дольше ты будешь жить журналистикой, так считает ведущий канала Орлен ТВ Игорь Прокопенко. На мастер-классе для участников форума экранного творчества «Бумеранг» секреты создания успешной телепрограммы от опытного профессионала. Из зала звучат вопросы о профессии и о том, как сделать свой сюжет лучше. Нужно, во-первых, любить свое дело, нужно, во-вторых, верить в успех, нужно, в-третьих, не скупиться на усилия для того, чтобы реализовать свою идею. Даша Моисеева из города Москвы 15 лет на «Бумеранге» впервые. Встреча с Игорем Прокопенко стала приятным сюрпризом и вдохновила на создание новых работ. Я, возможно, буду брать какие-то наработки, навыки. И также мне посоветовали посмотреть программы, например, Игоря Копенко, чтобы проанализировать информацию, которую он там говорит, в плане какие-то вводные слова. Возможно, я буду их использовать, информацию из книг, текстов каких-то. В продолжении мастер-класса «Встреча в камерной атмосфере» юные акулы-пера представили пять работ. Телеведущий приятно удивлен высоким уровнем просмотренных материалов. В неформальном общении несколько важных советов, как можно улучшить работу ребят. Важно критику поднести таким образом, чтобы она была никому не обидна и не оскорбительна. Потому что критика – это не оскорбление. Оскорбляется и несправедливый пик. А если вы критикуете с болью за дело, поверьте, вам остальные еще скажут спасибо. Создание телепрограмм «Процесс трудоемкий» и рекомендации опытного профессионала Игоря Прокопенко помогут начинающим журналистам при создании собственных работ в будущем. И вполне возможно, скоро многие из них смогут предложить канал РНТВ новые передачи. Буллинг, травля и недопонимание с родителями – до боли знакомые ситуации для большинства современных подростков. К сожалению, не у всех есть возможность с кем-то поделиться своими переживаниями. В таком положении оказалась Милана Тутова. В ее жизни случалось много неприятных и сложных ситуаций. Однако рассказывать о них девушка не решалась. Чаще всего, когда человек чем-то отличается от других в каком-то обществе, в данном случае это школа, он подвергается вопросам и непониманиям, как было со мной. У меня это была аллергия, псориаз, меня считали заразной, что-то кому-то не нравилось, и в основном это было причинами травли. Дети довольно злые. Нужно быть сильной, не бояться, попросить помощи и избирательно относиться к людям, потому что иногда кажется, что какой-то человек может быть твоим другом, хотя это не так. Милана поделилась с нами своей проблемой, однако в самом начале она не знала, что ей делать. В такой ситуации подростки могут обратиться за помощью в фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты помогут разобраться в проблеме и найти правильное решение. Милана счастлива, что на форуме «Бумеранг» она нашла своих единомышленников. Девушка целые дни проводит в компании новых друзей. Между ними царит понимание и взаимовыручка. Однако теперь она знает, что в критической ситуации она может обратиться в фонд поддержки детей, как и сотни других подростков. Лиза Василенко, Ваня Разумов, Аня Иконникова, «Бумеранг-Кунейр». Ну как, креативно я появилась? Нет, не очень. А вот у ребят из креативной студии это получается намного лучше. Ну где опять Руслан ходит? Нам уже не официальные новости записывать надо, а его нет. Что же делать? Что, тебе не помочь? Хочешь побудть там с ведущим сегодня? Смотри. Похож? А вы справитесь? А то. Поехали! А я, например, профессионал своего дела, как и другие ребята на «Бумеранге». А вы чем похвастаться можете? Ну, не знаю. Вот на первом канале работаю вроде... Так-то неплохо. Но для человека, который стал героем нашего следующего сюжета, вам еще расти и расти. И кто же этот профессионал? Дмитрий Семеняга. Дисклеймер. Все сказанное в ролике является шуткой. На самом деле Дмитрий авторы редакции любят, ценят и уважают. Великолепная съемка, шедевральная постановка композиции и безупречно ровный кадр без стабилизатора. Все это под силу гению операторского искусства Дмитрию Семеняга. Семеняга! А-а-а! За свою недолгую, но яркую операторскую карьеру Дмитрий получил широкую популярность и не раз получал предложение поработать на федеральных телеканалах. Не мешай профессионалу. Но он всегда оставался верен своей студии журналистики «Контакт». Руководитель студии Алексей Малютин часто отмечает невероятные способности Дмитрия. И не напрасно. Ведь каждый его сюжет – это настоящий феномен телевизионного искусства. Уникальный специалист. С руками у него проблемы, они у него золотые. Кроме похвалы от руководителя студии, Дмитрий получает многочисленные комплименты от участника форума «Бумеранг». Я лучше операторов, чем Дмитрий, честно скажу, не знаю. Ну, Дмитрий как оператор, я считаю, это девятое чудо света. Его съемка – это за грани моего понимания. Дмитрий утверждает, что не собирается останавливаться на достигнутом. И обещает, что вскоре мы все увидим еще больше сюжетов, снятых на его профессиональную руку. Идеальная съемка. Руслан Беляев, Дмитрий Семеняга, Иван Колесников. Специально для неофициальных новостей. Дмитрий, давайте проверим ваши знания в области журналистики. Давай. Что такое рыба? А перебивка? А ЗК? А ЗУМ? Так я и знала. Давайте посмотрим, знают ли это бумеранговцы. Что такое перебивка? Перебивка? Это когда монтажер очень плохо смонтировал, ты его перебьешь очень сильно, и тогда он начинает работать нормально. Что такое перебивка? Да, перебиваются. Лучшая программа для монтажа? Сони Вегас. Сони Вегас. Что ты говоришь, если у тебя не получается записать стендап? Я молчу, я очень сдержанная. Я начинаю нести какой-то бред, который происходит вокруг, описывать обстановку. А можно мне печеньку? Да, перебивка. Спасибо. Самая лучшая телепередача? Бумеранг Конер. Бумеранг Конер. Бумеранг Конер. Самый лучший ведущий? Дима Борисов. Дмитрий Борисов. Дмитрий Борисов. Какие клавиши нужно нажать, чтобы создать секвенцию? Я не знаю, что это. Ctrl-M. Ctrl-M. Две. Диафрагма, диафрагма. Сейчас. Сейчас. Диафрагма. Светло в кадре становится или темно в кадре становится. Ты кручишь колечко, а там либо светло, либо темно. Она такая открывается, и у тебя картинка хорошая. Она закрывается. В чем ты разбираешься лучше, в подкатах или монтаже? Золотая середина. Это были все неофициальные новости на сегодня. До новых встреч. А с вами были Дмитрий Борисов. И Елизавета Коленовская. И Уточка. Не понял. А на этом седьмой выпуск программы «Бумеранг-Конарь» подошел к концу. И с вами были мы, ее ведущие, Ксения Буян. И Иван Колесников. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!